Мифы о тестостероне Тестостерон имеет свойство увеличивать мышцы атлета, его выносливость, энергетический заряд организма и его восстановление после тренировки. Тяжелая и интенсивная тренировка способствует увеличению количества тестостерона в крови. Человек, высокий уровень тестостерона это залог вашей победы на любых спортивных соревнованиях. Поэтому его еще называют гормоном победы. Тестостерон помогает сжечь подкожный жир и таким образом избавиться от лишних килограммов. По этой причине всем мужчинам, желающим избавиться от жира на животе, стоит думать не о диете для похудения, а о рационе для повышения тестостерона. Мужской половой гормон увеличивает продуктивность работы спортсменов на тренировке, а силовые упражнения, в свою очередь, стимулируют выброс тестостерона в крови. Тестостерон отвечает за агрессивность. Над этим спорят ученые уже не один год. Теория о том, что мужчина превосходит женщин благодаря тестостерону была опровергнута. Женщины могут действовать решительно, быстро, усваивать информацию, умеют рисковать не хуже мужчин. Тестостерон отвечает за либдо, но даже высокий уровень гормонов в крови не означает, что мужчина круглосуточно хочет и готов заниматься сексом. У него могут быть другие сильные раздражители – работа, спорт, одержимость идеей, которые будут отвлекать от сексуального влечения. Также было опровергнуто утверждение о том, что чем больше тестостерона в организме, тем лучше для него и тем мужественнее мужчина. Уровень гормона сильно выше нормы может вызвать раздражительность, сильные перепады настроения, нарушение сна. Избыток гормона влияет на выпадение волос, появление прыщей на коже, а также может спровоцировать различные заболевания, в том числе инфаркт и инсульт. Не верите? Тогда поинтересуйтесь причинами ранней смерти профессиональных бодибилдеров, плотно сидящих на эфирах тестостерона. И миф о постоянном повышении полового гормона немного померкнет. Что приводит к падению тестостерона? К снижению уровня тестостерона в крови приводит стресс, употребление алкоголя и плохой сон. Если не восстановить норму гормона в организме, можно попасть в замкнутый круг. Из-за стресса и недосыпа падает тестостерон, что приводит к повышению утомляемости и депрессии, которые не позволяют бороться со стрессом. Тревожным звонком снижение уровня тестостерона в организме может стать нежелание что-то делать и постоянная утомленность. Тестостерон всегда связан с активностью физической и умственной. Еще один признак набора – веса. Как повысить уровень тестостерона? Чтобы повысить уровень этого гормона, нужно в первую очередь избавиться от стресса. Необходимо получать больше положительных эмоций. Силовой спорт лучше всего способствует повышению тестостерона. Снижение уровня тестостерона наблюдается и после употребления в пищу простых углеводов, в особенности глюкозы, то есть сладостей. Низкая физическая активность ведет к планомерному снижению базового уровня тестостерона в любом возрасте. Для поддержания природных пиков тестостерона и времени их проявления необходимо придерживаться тех же несложных правил, что и в случае с гормоном роста. Соблюдать режим сна и бодрствования, то есть просто высыпаться. Избегать стрессов и перетренированности в том числе. Регулярно тренироваться с полноценным восстановлением. Избегать алкоголя, особенно пива. Помимо этих простых правил, не лишним будет предпринять ряд усилий для повышения уровня мужского полового гормона. Включить в свой рацион чеснок, гранат, петрушку, кардамон и морепродукты, а также ударные дозы цинка и витамина D. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok